всем привет сегодня я хочу поговорить о яйцах как бы это ни странно звучало вы никогда не задумывались подходя к прилавку магазина и рассматривая ценники какие яйца выгоднее покупать на одних ценниках вы видите цену по крайней мере в наших магазинах рублей 110 120 150 но при этом яйца достаточно крупные а на бюджетных ценниках можно увидеть цифру 77 70 80 но яйца там достаточно мелкие и возникает законный вопрос а что нам выгоднее собственно говоря купить вот такие большие но по 5 рублей или вот такие мелкие но по 3 рубля ну перефразируя фразу юмориста в данном случае вот эти яйца стоят 111 рублей а вот эти стоят 75 рублей давайте сравним каков будет вес тех и других яиц желательно конечно было бы вычислить объем но мы не будем заморачиваться а воспользуемся домашними весами и попытаемся с помощью математики выяснить какая цена наиболее оправдана возьмем для начала большие крупные яйца вес такого яйца в данном случае 95 грамм на всякий случай будем ввести небольшую статистику одно большое яйцо весит 95 грамм взвесим 2 это яйцо явно перевешивает давайте посмотрим она весит чуть больше 100 грамм для верности напишем 100 так будет удобнее считать второе большое яйцо весит 100 грамм а сколько же весят мелкие яйца которые покупать дешево но вот приятно ли и так 70 65 одно малое яйцо весит 65 грамм для статистики взвесим второе второе не дотягивает до 65 ну грубо говоря весит 60 хотя на самом деле немного меньше второе малое яйцо весит 60 грамм и так произведем сложнейшие математические вычисления в среднем одно большое яйцо будет весить 195 разделить на 2 это примерно 97 97 с половиной грамм мало яйцо весит 125 деленное на 2 и это примерно 62 с половиной грамма что же с ценой цена почти 100 граммовых яиц в нашем магазине 110 рублей и так 97 с половиной стоили у нас 110 рублей а 62 с половиной грамма демократичного яйца стоили 75 рублей что же выгоднее давайте округлять так будет проще 97 с половиной это почти 100 и так за 100 грамм большого яйца мы заплатили 110 рублей или 1 грамм нам обошелся в 1 рубль 10 копеек что же с малым яйцом как не округляй ближе всего оно округляется к нижней планке то есть к 60 граммам ну давайте учтем что яйца были разные вот и напишем так 65 грамм с замахом стоили нам 75 рублей посчитав столбик мы получим результат 1 рубль 15 копеек но учитывая наше округление удобнее будет считать руб 20 и так 1 грамм дешевого яйца нам обошелся в рубль 20 1 грамм дорогого яйца в рубль 10 10-20 копеек сумма не критичная для 1 грамма но мы покупаем яйца десятками в десятке 100 граммовых яиц будет килограмм давайте посчитаем разницу за килограмм яиц мы заплатим 110 рублей чтобы купить килограмм подобного яйца мы заплатим 120 рублей разница будет примерно в одно яйцо в пользу больших яиц кроме того мелкое яйцо доставляется у нас из Сибири наше местное не выигрывает конкуренции из-за своей дороговизны при этом крупные яйца можно купить как на колхозном рынке так и свежепривезенные и при любых расчетах вы останетесь в выигрыше крупное яйцо произведено более здоровыми птицами его желток более яркий на вкус они более вкусные мелкие яйца хотя и более дешевые но при этом дешевле они нам не обходятся каждый килограмм яиц а точнее яичного содержимого обходится нам как минимум на 10 рублей дороже чем килограмм яичного содержимого крупных яиц покупать мелкие или крупные это ваше собственное дело и дело вашего вкуса вот собственно и все что я хотел рассказать на столе у меня лежат еще одни интересные яйца это так называемые тысячелетние яйца их можно увидеть частенько на рынках Азии они не всегда розовые или зеленые бывают даже голубые раньше я думал что розовые яйца снесли фламинго на самом деле это не так это обыкновенная краска вес таких яиц примерно 75 грамм а вот содержимое куда более интересное но о нем я расскажу в следующем ролике